хочу поделиться своим мнением об этом телевизоре телевизор выбирался на кухню чтобы был небольшой принципе вот он здесь находится в углу неплохо вписался единственное ножки которые шли с ним в комплекте я не использовал сделал для него специальную деревянную подставку и в принципе неплохо он сюда вписался телевизор работает на операционной системе android которая как раз предназначена для smart tv при включении вот это главный экран ну и что он может здесь есть цифровое тв 2 hdmi выхода точнее входа значит ави это ави тв колокольчики то есть подключать можно аналоговый тв и кабельный тв то есть по кабелю можно подключать отдельно также здесь были установлены приложения но здесь две игры я поставил это исключительно для того чтобы проверить вообще как это будет ли оно играться и будет ли тормозить все играет тормозов нет браузер стоял youtube стоял диспетчер файлов кинотеатры все это в принципе она работает здесь есть настройки строки сети здесь можно подключить интернет как по вай файу так и через кабель у меня по вай фай работает при включении меня телевизор сразу попросил обновиться я его обновил загрузка там где-то минут 20 длилась все обновилось нормально работает мы посмотрим как работает цифровое тв в принципе реакция достаточно быстро здесь 20 каналов стандартных которых идут под цифровым телевидением и 3 радио здесь есть настройки настройки изображения звука настройки каналов программа передач есть подгрузиться должно значит ну что касается управления происходит вот с этого пульта пульт принципе очень удобный на мой взгляд ничего лишнего нету кнопок клавиатуры как обычно но она и не нужна включение здесь отключение громко здесь есть вот микрофончик если обратил внимание да здесь есть голосовой вот вот но он не работает я так полагаю что то что здесь нет модуля bluetooth она обычно по bluetooth все работает только инфракрасный порт но так может клавиатуркой понабирать поиск значит вот это навигация ok выбор значит вот эта стрелочка назад это выход громкость плюс минус вниз можно яркость это возврат к предыдущему каналу play stop принципе вот домашняя страница то есть на главный экран выйти здесь настройки будут можно настройки этого интерфейса здесь выбирать фон приложения то есть раскидывать размеры икон отменять вот здесь мы можем войти диспетчер то есть можно посмотреть видео видео фото разные файлы но здесь на данный момент на самом диске ничего нет надо подключать отдельно чтобы посмотреть но это дальше покажу значит вот эта кнопка быстрый переход цифровом тв то есть в любом месте где находимся нажимаем и попадаем сюда вот эта кнопочка настройки так ну что касается само смарт тв здесь есть google play можно отдельно установить любые приложения можно с флешки поставить можно через play market вот он youtube есть есть онлайн кинотеатр там также есть значит онлайн телевидение тот же самый первый канал все работает посмотрим youtube youtube загрузился и дальше уже ничего не тормозит включим заработала сейчас будем управлять вот как то да ну кончик из меня не очень но так сейчас я подключил жесткий диск и включен значит на пульте сюда нажмем посмотрим видео вот определился жесткий диск здесь фильм включен вот такой дисплеер установлен перед назад переводочка Нужно управлять плей-стоп. Этим телевизором можно управлять также с помощью смартфона, у которого есть инфракрасный приемник. Единственное, что надо будет приложение скачать и установить. Есть специальное приложение Kiwi. Также есть возможность транслировать видео со смартфона на этот телевизор. Оно будет подключено к одной сети. И здесь есть приложение. То есть, на смартфоне также устанавливается специальное приложение фирмы Kiwi. И можно транслировать видео или фото со смартфона вот сюда на телевизор. Если будет включить спящий режим, то телевизор при переходе в этот спящий режим может показывать картинки, которые есть в памяти телевизора. Что же касается комплектности, то она выглядит вот таким вот образом. Значит, здесь вот эти ножки, которые я не использовал. Пульт. Очень простой и функциональный. Ничего лишнего. В принципе, достаточно. Вот оно. Значит, это перемещение по меню. То есть, кнопки навигации. Это кнопка ОК. Подтверждение выбора. Это кнопка Назад. В принципе, самый основной орган управления. Громкость больше и меньше. Выключение телевизора. В принципе, переходы здесь между. Вот здесь включение. Значит, диспетчер устройств открывает. Здесь включает ТВ. Это функции разные. Открывает. В зависимости от того, где находимся. Значит, из документов были гарантийный талон. Вот. Талончик гарантийный. И инструкция. Инструкция на нескольких языках. Все доступно и понятно. Ну, я, естественно, инструкцию не читал, прежде чем включал все. Но потом решил почитать. Может, что интересное и найду. И, действительно, нашел. Значит, на телевизоре есть одна единственная кнопка. Вот. И та оказалась не просто кнопкой, а джойстиком. То есть, я думал, что это кнопка включения. А помимо кнопки включения, она еще выполняет также навигацию, то есть, по телевизору. То есть, с помощью ее можно настраивать и переключаться. Ну, еще для того, чтобы, значит, удобнее было пользоваться, можно использовать, например, вот такого вот формата клавиатуру. Вот. Ну, я ее брал не для этого телевизора. Давно она у меня была. Куплена у меня была специальная приставка. Ну, Android приставка для телевизоров, для обычных. Вот. И как раз докуплена была туда такая вот клавиатурка. Здесь, то есть, можно и в игры поиграть, и, значит, где-то что-то пописать. То есть, если использовать с этим телевизором, то есть, на полную, то это будет удобнее, конечно, чем этот пульт. Ну, если просто смотреть ТВ, видео, то этого достаточно. Так телевизор выглядит с обратной стороны. Здесь у меня проводок собран, чтобы не мешал. Кстати, сразу вот вилка вот такая вот Г-образная, удобная углом, подключать ее удобно. Ну, тут такие разъемы. С этой стороны разъемы. Сейчас поближе посмотрим. Тут вот серийный номер, модель. И здесь вот есть еще вот такие вот винтовые, значит, отверстия. То есть, уже подготовлено для кронштейнов, что очень удобно. То есть, можно будет телевизор как-то отдельно еще крепить. С этой стороны находятся разъемы. Здесь два вывода для подключения аудио. Это оптический, это по проводу. То есть, можно уже наушники подключить. Сюда интернет можно подключить по кабелю. Здесь видео-выход и два выхода аудио, левый и правый. Ну, а это, соответственно, подключение антенны. С этой стороны находятся разъемы USB и HDMI. Ну, вот справа два разъема USB. Здесь подписано по 5 вольт 500 миллиампер. В одном из них у меня уже стоит модуль Bluetooth для моей клавиатуры. Я сюда подключал и флешки подключал. Вот жесткий диск. Два HDMI выхода. И здесь вот как раз вот этот выход, это сюда питание 220 вольт подается. Вот она полочка, значит, крепление к телевизору. Сделал я это из куска DSP ламинированного. DSP было от какого-то шкафчика, уже не помню. Ну, собственно говоря, на телевизоре вот здесь вот крепление идет. Вот нештатные крепления в это место ставятся и двумя болтами закручиваются. Значит, эти места я как раз использовал. То есть, выпилил вот такого вот формата кусочек DSP, чтобы оно мне в уголок становилось таким образом. Значит, остатки использовал в качестве подставки вот здесь. То есть, между вот этой доской и самим телевизором здесь вот болты поставил. Один и здесь второй. Значит, и эти болты будут как раз скручиваться в эти места. Значит, в одно из этих мест, где уже штатное крепление. То есть, там есть резьба, оно будет держаться там. Вот, и чтобы это дело, полочка держалась уже на своем месте. Здесь просверлило отверстие. Здесь вот, и здесь оно прикручивается на саморезы. И когда оно ставится на место, оно вот так вот закрывается, и этого уже не видно изобразия. И вот так вот оно выглядит. Вот в этой части находится единственный орган управления. Это вот этот джойстик. Он свободно перемещается в разные стороны. Ну, в четыре стороны. Вот и нажимается. То есть, используется как джойстик и как, значит, кнопка. Здесь находится вот в этом выступе, значит, индикаторный светодиод и инфракрасный приемник для пульта. Также здесь снизу находятся динамики. Два динамика здесь есть. Звук, то есть, выходит снизу. Ну, в принципе, это не мешает ничего. Звук достаточно приличный, на мой взгляд. Что касается антенны. Сейчас везде идет телевидение над цифровым сигналом. И, соответственно, нужна антенна для приема цифрового сигнала. Такой антенны у меня не было. Пришлось изготавливать самостоятельно. Ну, можно, конечно, купить, но проще сделать. Кроме того, данная антенна отличается хорошим коэффициентом усиления. Изначально у меня была вот такая вот антенна самодельная тоже. Вот эта у меня стояла на Wi-Fi модеме на роутере. Вот. Антенна типа двойной квадрат. Или антенна Харченко еще. В советское время он изобрел такую антенну, придумал. Вот. Штекер я поменял, подключил к телевизору. И отлично все каналы ловил. Но эта антенна, конечно, не дело. Естественно, я сделал уже, нашел в интернете вот такие вот расчеты. Вот. И все. По этим расчетам сделал вот такую вот антенну. Конечно, можно ее сделать, подобрать под свои частоты, то есть, которые в данной местности находятся. Но я ничего не подбирал, сделал все как здесь. Вот. Вот. Взял медную проволоку, согнул ее, спаял. Вот. Согнул прямо по этим вот размерам. Единственно, проволочку можно брать потолще. Вот. Для большей жесткости. Также здесь еще рекомендуется делать, значит, отражатель, рефлектор. Но я его делать не стал, потому как и без него все отлично получилось. Так. Что я здесь сделал? Значит, вот здесь центральная жила у меня припаяна вот сюда. Вот. А оплетка у меня, она, естественно, оплетка не паяется. Она у меня была сюда примотана и медным проводочком также обмотана и вот проводочек уже припаян. А вот эти два провода здесь просто спаяны. Это планировалось у меня здесь для экрана. Вот. И, в принципе, очень хорошо она ловит, потому как у данной антенны очень хороший коэффициент усиления. Подводя итог, телевизор с диагональю 24 дюйма примерно за 8000 рублей с такими обширными возможностями. На мой взгляд, очень даже неплохо, тем более для кухни. Продолжение следует.